приветствую всех кто заглянул на мой канал меня зовут елена это канал вижу с удовольствием сегодня вам хочу предложить видео по вязанию вот такой юбочки крючком на нее понадобится крючок номер два почти 8 моточков пряжи меня здесь пряжа метражом 50 грамм 220 метров то есть достаточно тоненькая пряжа но конечно пряжа может быть абсолютно любое все зависит от вашего желания от ваших возможностей никто ничего не ограничивает вот связано на по японской схеме схема будет после приветствия наверно может быть даже до приветствия вот так же фото поближе будет тоже в этом видео поэтому все смотрите внимательно вот что еще хотела сказать она довольно оживная понадобится конечно же подкладка для нее у меня подкладка здесь сделана из двух маечек которые я покупала фикс прайсе видео как сделать такую подкладку у меня есть на канале ссылочку я оставлю в описании под этим видео как вязать резиночку в юбку у меня тоже есть видео отдельное на канале ссылочка тоже будет под ним и там еще юбочку поближе я показываю дальше видео поэтому кому интересно можно посмотреть ну если вам понравилось то вяжите и наслаждайтесь всем приятного творчества по моему сказала все если что-то не сказала то есть задавайте свои вопросы в комментариях а кстати да длину я не знаю не измеряла но подпишу ее в инфобоксе а так она у меня доходит до середины колен и после стирки немножечко чуть-чуть подвыкнулась вот ну все смотрите дальше кому интересно и вяжите приятного творчества начнем вязание как обычно с опушки вот сейчас покажу как она у меня выглядит вот она связана у меня здесь поперечной резинкой крючком столбики с нагидом за заднюю стенку петли здесь у меня набрано еще скажу сколько петель 3 6 9 10 3 6 9 то есть 9 20 петель один из них крайний столбик он здесь не видит верхний ряд резиночка у меня она уже ввязана когда полностью готова уже у меня была юбка резиночку я ввязываю последним рядом уже отдельно ниточкой чтобы можно было ее заменить случае чего пряжа у меня здесь пехорка успешная метраж 220 метров 50 граммах сто процентов мерсеризованный хлопок у меня ушло 7 . в полных и от 8 . еще немножечко у меня вот тут я позаимствовала пряжа довольно интересная я аж уже связала из нее ни одно изделие она мне очень нравится не вытягивается отлично себя ведет и не образует никаких катышков смотрится очень красиво цвет этот у меня называется солома 331 номер так приступим я не буду набирать столько же петель сколько я набирала на юбочку настоящую буду вязать просто образец ну я наберу петельчик 12 чтоб так было более наглядно как обычно все цепочка воздушных петелек 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 петель так две воздушные на подъем накид и первый рядок мы провязываем 1 2 3 в четвертую петельку столбик и дальше до конца ряда мы вяжем просто каждую петлю по одному столбику с одним накидом я надеюсь что показывать никому не надо как это вяжется так и продолжим вязание вот я связала 12 столбиков с одним накидом теперь две воздушные петли подъема накид и вяжем за заднюю стеночку петли так надеюсь видно фокусируется за заднюю стеночку петли так за заднюю стеночку петли что-то как-то с фокусом проблемы какие-то никак не хочет он показывать вот так таким образом вяжем до конца ряда получаем здесь вот такой вот рубчик вяжем до конца ряда в конце также точно две воздушные петли и потом довязала до конца ряда и снова поднимаюсь на две воздушные петли поворачиваюсь и снова также вижу за заднюю стеночку петли до конца ряда и так я буду вязать теперь всегда на ту длину которая мне нужна я ориентировалась в данном случае по обхвату своих бедер почему по обхвату бедер потому что когда мы вставляем резинку чтобы мы просто могли пролезть в эту юбку еще один такой момент если у вас грудь больше например обхват и вы одеваете юбку через голову они через ноги то тогда ориентируйтесь по обхвату конечно груди чтобы вы может могли пролезть в эту юбочку вот таким образом мы вяжем на ту длину которая нам нужно я не могу вам сказать сколько это точно будет сантиметров сколько это точно будет рядах вы должны будете ориентироваться только на свой размер вот так это должно выглядеть резиночка должна такая получаться потом когда себя свяжу я всю эту длину до образца покажу как соединять и как переходить к распределению узора все у меня готов вот такой небольшой отрезочек я складываю пополам и начинаю соединять обычными столбиками без накида на лицевой стороне поскольку здесь этого будет не видно незаметно вернее сказать поскольку очень будет похоже на основной рисунок так вот соединяем две половинки петля с петлей на противоположной стороне делаем сначала соединительную петельку и продолжаем дальше следующие петельку подцепляем за обе ниточки берем вот обе ниточки нас на следующей стороне одна ниточка у нас получается и делаем столбик без накида то же самое дальше 2 на противоположной стороне 1 и соединяемся постараемся по порядку все делать ничего не пропускать и не делать в одну петлю два раза так 2 на противоположная 1 соединяемся вот эту вот ниточку которая у нас вмешается мы ее вяжем сейчас 2 на противоположную одну и столбик без накида и получается вот такая вот ну в принципе такой же рубчик практически он там потом разгладиться выровняется и не будет его практически видно продолжаем до конца соединять потом я подключусь будем распределять узор так вот что получилось вот продолжаем теперь начинаем распределять узор сразу же не отрывая ниточки на этой же стороне вяжем начнем семи столбиков плод в плотной части вот эту плотную часть мы здесь начнем вязать начнем делать 7 столбиков с над ним накидом 2 воздушные петли и дальше начинаем вязать прокалываем тело столбика который у нас поперек находится 2 2 3 4 5 6 7 так 7 столбиков провязали я сразу вам хочу сказать что я не точно следовало схеме чтобы облегчить немножечко себе жизнь поскольку там схеме идут на мой взгляд бесполезные столбики без накида которые затрудняют вязание поэтому я немножечко схему поменяла и вязала ее по-другому так вот теперь мы сделаем 3 воздушные петли 1 2 3 накид вот эту вот пропустим одну один рядок и вяжем пышные столбики 1 столбик петля накид петля 2 накид петля и 3 накид петля теперь провязываем и провязываем вот эти две петельки 2 воздушные петли снова пышный столбик накид петля 1 накид петля 2 накид петля 3 провязываем еще две петельки провязываем 2 воздушные накид и сюда же в эту же дырочку накид петля 1 накид петля 2 накид петля 3 3 так все вот такой элементе готов теперь 3 воздушные петли снова 1 2 3 снова пропускаем здесь внизу один рядок и делаем снова 7 столбиков с накидом не забываем 2 накид 1 столбик 2 столбика 3 столбика 4 5 6 7 так вот повторяем эти элементы до конца продолжаем до конца ряда чередуя элементы плотная части 7 столбиков ажурная часть плотная ажурная закончить мы должны к естественно ажурной частью тремя воздушными петлями вот у меня как раз три воздушные петли и здесь я соединюсь во второй воздушные петли подъемов еще один такой момент если у вас здесь не хватает немножечко расстояние или например получается два вот таких элемента здесь уже нет расстояния лучше немножко распустить немножечко уплотнить здесь как бы расстояние между элементами и все уместить как положено чтобы не было у вас одинаковых элементов рядом и так вот сейчас я соединюсь и мне нужно будет перейти вот сюда вот в эту часть соединительными петельками я перехожу потому что у нас там будет небольшое смещение узора поэтому здесь будет удобнее вязать вот так соединительными петельками просто перехожу здесь старайтесь не стягивать чтобы не был видим переход так по арочке тоже вот две петельки я перейду так теперь подарку я вкалываюсь соединительная петля и 2 воздушных это первый столбик нам нужно было две оставить здесь так вот здесь две петельки в конце нужно было оставить теперь делаю 3 2 воздушные петли и еще плюс 3 петли на арку то есть 5 петель и того получается вот здесь две в конце остаются так ну сейчас будет все понятно вот в эту первую арочку мы делаем этот же элемент то есть три пышных столбика через две воздушные петли так 1 пышный столбик 2 воздушных так 2 пышный столбик 2 воздушных и 3 пышный столбик так и снова 3 воздушные петли 1 2 3 и вот теперь перед этими семью столбиками нужно сделать еще два в эту арочку под арочку 1 2 дальше нам нужно провязать 5 2 в конце останутся не провязанными 1 2 3 4 5 то есть у нас здесь получится как бы сдвинулся элемент на два столбика вперед снова 3 воздушные петли 1 2 3 1 2 2 3 1 пышный столбик 2 воздушные петли 1 1 2 3 2 пышный столбик 2 воздушные петли 1 2 2 и в конце 3 воздушные петли 1 2 3 снова сюда подарочку два столбика с накидом 1 и 2 и еще 5 1 2 3 4 5 так получается такое у нас тут уже так 3 воздушные 123 снова в первую арку вяжем три листник 23 1 пышный столбик 2 воздушные 2 пышный столбик 2 воздушные и третий пышный столбик 1 2 3 3 воздушные петли так подарку вяжем 2 столбика 1 2 так вот здесь у нас 2 здесь у нас в конце еще один то есть три здесь нам нужно довязать четыре столбика что было 7 1 2 3 и 4 так и вот где у нас 12 воздушные петли подъема во вторую вкалываем все делаем соединительную петлю все рядок мы закончили получился вот так вот у нас ряд то есть здесь вот эти вот столбики сдвинулись на 2 вперед они как бы будут так сдвигаться еще два ряда вот этот вот раппортик будет состоять из 4 рядов так теперь то же самое сначала 2 воздушные петли на столбик плюс 3 петли на арочку начинаем то же самое здесь хотя нет здесь надо немножечко отойти отсюда и лучше перейти в арку вот в эту в три листник чтобы было удобнее начинать ряд поскольку там будет сдвигаться лучше вот так сделать парочку перейдем вот сюда вот и будем отсюда начинать каждый ряд так будет гораздо удобнее так и покажу как начинать отсюда вот петельку вытягиваем накид вот так получается два три вот первый пышный столбик связали провязываем теперь еще раз провязываем две воздушных сюда еще раз пышный столбик два три две воздушных и еще раз один два три вот начальный наш получается три листник из этого три листника лучше теперь начинать отсюда и снова три воздушные накид в подарку два столбика 12 и еще плюс 5 по порядку каждый столбик предыдущего ряда 1 2 3 4 и 5 так вот повторяем до конца ряда этот ряд и еще следующий точно также вяжем а потом я подключусь так все я закончила этот рапорт высоту 1 2 3 4 ряда у меня связано я покажу заодно вам как в этой арочке соединяется здесь мы вот просто заходим крючочком сюда вот две воздушные петельки и делаем соединительную петлю так отсюда же вытягиваем петельку начинаем взять это если бы у вас был какой-то из этих рядов а теперь нам нужно сделать так что у нас следующий рапорт данного узора начинался вот здесь то есть каждые четыре ряда начало рапорта должно быть из не вот из этой арочки а вот из этой вот сюда мы перейдем также точно воздушными соединительными петельками как мы переходили уже до этого я вам показываю просто подцепляем и переходим соединительными петельками так мадненько оказываемся вот здесь так теперь ведь вытягиваем снова петлю также делаем три листник так первый столбик пышный провязываем один раз провязываем еще две воздушные так второй столбик пышный провязываем две воздушные и третий столбик пышный один два три так и один два три теперь в начале узора и здесь будут изменения здесь мы должны будем пропустить один-два-три-четыре столбика вот и пропускаем их вяжем последние у нас здесь три столбика но поскольку у нас следующий ряд будет следующий раппорт вернее будет здесь в этой части должно быть восемь столбиков по схеме поэтому здесь три и сюда еще пять один два даже лучше не так даже лучше не 4 пропустить а 3 чтобы все-таки там обычно идет по всей линии юбки по 4 столбика прибавляется с каждым раппорт то тут вот тоже лучше чтоб 4 был 1 2 3 пропускаем 1 2 3 пропускаем четвертый вяжем 1 2 3 4 теперь должно быть восемь столбиков поэтому сюда еще четыре подарку 1 2 3 4 так вот 8 почему 8 потому что идет уже прибавление ширины юбочки расширение у нас будет постепенное поэтому только в схеме указано что только первый раппорт 7 здесь столбиков дальше 3 раппорта по 8 3 раппорта по 9 3 раппорта по 10 3 раппорта по 11 3 раппорта у меня последние по 12 столбиков вот в этих местах именно расширение идет за счет увеличения вот этих столбиков а вот это вот эти элементы они никак не изменяются они вот так идут таким зигзагом как бы так теперь снова покажу еще раз 1 2 3 воздушных но мы должны оказаться вот здесь делаем 3 лисник один два три первый столбик пышный 2 воздушные еще один столбик пышный две воздушные последний сюда столбик пышный 1 2 3 три три воздушные 1 2 3 и снова теперь пропускаем здесь 3 столбика 1 2 3 и 4 вяжем 1 2 3 3 5 6 7 и 8 так снова 3 воздушных и снова 3 лисник и вот у нас получается переход на другой раппорт высоту так вяжем до конца ряда и я сейчас подключусь когда довяжу этот ряд до конца все этот ряд я закончила вот я в арочке соединила здесь и теперь все то же самое как вот мы вязали здесь просто смещение идет по 2 по 2 столбика вот в этой плотной части а здесь все то же самое остается то есть само перемещение узора идет только в первом ряду следующего раппорта в высоту весь раппорт 4 ряда первый ряд это перемещение вот в эту сторону дальше 3 ряда все как уже вязали только единственное что через каждые три раппорта прибавляется по одному столбику 3 раппорта по 8 столбиков 3 раппорта по 9 3 по 10 но это я уже в общем говорила за этого за счет этого прибавляется ширина юбочки 1 2 3 пышный столбик 1 так 1 2 3 2 пышный столбик так и один две воздушные и 3 пышный столбик 1 2 3 так 3 воздушные петли накид и сюда 2 по 2 столбика подарку 1 2 и 6 по порядку здесь два конечных не провязываем 1 то есть три уже получается здесь 45 6 7 7 и 8 так 2 осталось 1 2 3 так накид и парочку пышный столбик 1 2 2 2 2 2 воздушных пышный столбик 2 2 воздушных пышный столбик 3 1 2 3 3 3 3 3 3 и снова то же самое 2 столбика подарку и плюс 6 по порядку на уже плотной части 3 4 5 5 6 7 8 и все чередуем дальше узор должно быть снова 4 ряда потом поменяем снова отсюда будем выходить еще в общем 3 3 раза чтобы было здесь 8 петель еще 3 раппорта потом меняем снова 3 раппорта уже по 9 петель вот в этой части и так до той поры пока мы не наберем всю длину юбочки вот уже видно что здесь уже расширение идет а если в самом начале связать побольше раппортов если вы хотите чтобы юбочка была попышнее то она еще больше будет расширяться здесь просто я мало раппортов изначально связала поэтому не такая пышная такая расклешенная но у меня как бы и моя юбка она не такая расклешенная ну вот я надеюсь что принцип понятен здесь принципе то ничего сложного такого нету вот схемка будет приложена в самом начале видео и сейчас вот я довяжу этот ряд до конца вернее раппорта до конца до вяжу и покажу как я делал обвязку но в принципе здесь можно любую обвязку делать какая вам только понравится и так вот я закончила еще один раппорт здесь 8 столбиков если я сейчас еще буду вязать следующий раппорт то я снова перейду вот в эту арку сделаю здесь три лесник снова здесь потом отступлю 4 столбика эти провяжу сюда добавлю еще четыре и так еще и еще потом свяжу три вот этих ряда и так таких раппортов высоту по 8 столбиков я повторюсь еще раз меня по 3 можно делать и по 4 если вы хотите менее широкую такую юбку дальше три раппорта по 9 столбиков ты раппорта по 10 и раппорта по 11 и раппорта по 12 это у меня в моем случае на мою длину юбочки было 12 раппортов ой было по 12 столбиков раппорте это последние три раппорта так вот тут уже видно что юбка с расширением там все получилось у нас ширине и сейчас я но если я еще раз повторю что вот здесь набрать побольше вот этих вот раппортиков то есть на меньшем количестве петель побольше связать элементов то ёбка будет шеи еще за счет этого будет расширение побольше есть у меня просто мало связано и я сейчас покажу как я вязала обвязку еще раз повторюсь что у меня в конце вот этих столбиков здесь 12 а здесь у меня 8 пока что еще так и я обвязывала вот в этой ажурной части просто столбики без накида вот в каждую арочку по одному в каждый столбик по одному вот на этом элементе на три листники а вот в этом элементе из трех воздушных то есть в очки я вязала три столбика без накида так дальше у меня здесь следующее я в первый столбик делала соединительный столбик 2 воздушные петли накид сюда же первый столбик и еще один столбик проходила через один столбик сюда вкалывалась делала соединительную петлю снова 2 воздушные накид сюда же еще два столбика 12 так пропускала 1 сюда вкалывалась дело соединительную петлю 2 воздушные петли сюда еще в эту же дырочку еще два столбика с накидом 12 так и один пропускала дело здесь я пропущу две чтоб не был так нет лучше все таки один потому что у меня получается только три столбика этих ракушки так две воздушные и сюда же 12 и в последний соединительную петлю вот у меня поскольку здесь всего 8 но так-то должно мне быть было 12 и получается все равно 4 ракушки можно там варьировать пропуске петель можно принципе и больше но главное чтобы подол не фолдил за этим нужно следить поэтому варьировать нужно количество пропуска петель так здесь три столбика без накида просто в эту арочку сюда один столбик сюда тоже один сюда один в общем здесь вот это вот провязываем по одному и варку тоже три снова столбика без накида 2 и 3 все и чередуем элементы обвязки вот у меня такая обвязка но может быть любая какая вам понравится какую вы найдете там в интернете в схеме совершенно другая но я не стала ее вязать себя более простое ну и все надеюсь что вам все было понятно если что-то непонятно то обязательно задавайте свои вопросы в комментариях всем огромное спасибо за внимание не забывайте подписываться на мой канал нажимать на колокольчик чтобы вам приходили оповещения всех новых видео обязательно оставляйте комментарии потому что это помогает продвигать видео в поиске но если конечно вам не трудно я думаю что вам не трудно а мне приятно это самая ваша большая благодарность за мои труды всем огромное спасибо еще за внимание до новых встреч на моем канале с вами была елена